Собрался. Собрался. Давай, чемпион. Давай, работаем. Работаем четко. Так, отличный подход. Вот что значит, когда напарник четко понимает, что нужно делать на тренировке. Важно не сбивать темп. Моя задача концентрироваться. Уже не важно, поднимаю или не поднимаю. Важно, чтобы мышцы не расслаблялись. Это важно. А долго еще будете? Мы не угоняем, мы можем вместе. Нам, наоборот, третий нужен. Изначально я, получается, ее концентрируюсь и на уши, да? Да, или на амплитуду. Если это поворачиваю, то полностью поворачиваю. Ну, туда. Это неправильно. Вот так. Как бы биться с того. Оп. Заворачиваю. Так? Да. Задимай на себя. Здесь даже, давай. О! Сильно не доводила внутрь уже. Обратно. Обратно. Только сводить еще локти начинаешь. Локти начинаешь, деля тебя. Ведя профессиональный образ жизни в бодибилдинге, тренируясь два, три, а то и бывало четыре раза в день, я понимаю, что для меня важно быстро восстанавливаться. Без спортивного питания практически это невозможно. Вот именно тогда и зародилась идея сделать действительно качественный продукт и производить его в России. Выпуск Гуарана был обоснован тем, что я хотел получить на выходе легкий предтрен. Не тот предтрен, который повышает давление и нас начинает колбасить, а не тот предтрен, который снимает нагрузку после тяжелого рабочего дня. Ощущение на тренировке становится такое. Я вешаю там свои 135 килограмм, да, а на тренировку прихожу 120. На самом деле я в хорошем расположении духа, хотя время уже достаточно позднее. Давай поработаемся, так помедленнее чуть-чуть. Все, уже работаем. О! О, молочайка. Давай, давай. Давай, мужик. Я именно поймал ее сюда, на груди, наверху. Поймал? Ага. Не торопись, давай, посмотри, он проработает. Все уже. Что, сейчас тренирование больше не привится? Нет. Все. Я сейчас на отдыхе. Впереди, если все нормально, пойдет. Пригласили меня в 12 июня во Францию, чемпионат Европы. Вот. И уже думаю, что ближайшая подготовка будет на Европу, потому что чемпионат мира в 19-м году, в 18-м в Америке будет. Соответственно, по финансам никто не это. Поэтому будет сложнее все гораздо. Давай, тренируйся. Вот. Раз, сдался. А финансов? Все, мы тормозим по финансам. Ага. Когда появилась идея разработать линейку спортивного питания, я понимал, что начну я все равно только с БЦА. Ну, просто БЦА выпускать нет смысла. И родилась идея добавить туда цитрулин. Цитрулин, как мы понимаем, он превращается в аргинин в организме, дает дедпамп проникновения незаменимых аминокислот, которые способствуют быстрому восстановлению именно в клетку. И по приему, сравнивая с другими западными брендами, я понимал, что действие продукта именно моего оказывает на меня положительное действие. И действительно, он лучше, лучше всасывается, я лучше его чувствую. После этого появилась идея добавить силы, что-то преобразить. И появился креатон. В креатоне, действительно, если вы посмотрите на состав, там также присутствуют цитрулин, аргинин, таурин, L-глютамин и транспортная система в качестве небольшого количества витаминов. Сумев, вот именно если соединится два продукта, то, что мы сегодня делали перед тренировкой, дает большую накачку, дает силу. И нас действительно тренировка раздувает. Независимо от того, принимаете вы фармакологию или не принимаете. Вот для меня это действительно рабочая схема двух продуктов перед тренировкой. Так и сядь. Все. Из этого положения тебе важно не затащить туда, как ты делаешь локтем, а туда. Причем даже вверх не затягивай. В твоем случае вверх затягивай, тебе нужно вот здесь поработать. Причем вверх поднимаете, вниз медленнее. Важное движение тебе вниз, а не вверх. То есть когда ты уже привык просто поднимать, тебе важно теперь тренироваться на опускание. Так, садись, садись, садись. Выше? Все, встань. Вот так. О. В этом положении. Бери. Поехали. Это мой у носа. Все. Вот так. О. До меня, животное мое. Ближу амплитуду, на меня. О. Не смедленнее. О. На меня, на меня, на меня. На меня. Сюда. Еще. Давай, не снять. Еще, 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 еще. Еще два. Еще. И еще раз. Есть. А-а-а. 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 Нормально? Заход. Ага. Хорошо, очень, прожгло сильно. Вот так можно и помогать, я тебе вроде помогал. А, да, ты вроде и помог, и не дал мне уронить ее, и она. То есть, ты вроде, ты мне руки сломаешь, да? У меня на подготовке 3-4 тренировки в неделю. И все эти тренировки проходят в силовом эквиваленте. На жиме бывает по 20, по 30 подходов в силовом режиме. Это на 2-3 повторения. Благодаря именно незаменимой минки соты, медиа раны, ты можешь работать 2-3 часа на тренировке, как бы при этом преодолевая усталость и продолжаешь работать в своем режиме, в своем ритме. Когда Александр начал выпускать это спортивное питание, он вложил туда максимум души, максимум энергии. И был очень требовательным к своему продукту, поэтому выпускалось очень много пробников, очень много тестеров, чтобы могли люди попробовать и дать свои советы. И до сих пор постоянно, как бы, он спрашивает результаты, спрашивает, как действует это на кого-либо, чтобы собрать максимальное количество мнения, максимальное количество отзывов о данном продукте. И если есть возможность, то усилить, улучшить его. Не просто как бы спортсмен, не просто чтобы заработать денег, а именно вложить душу и сделать продукт максимально эффективным, максимально доступным для людей, чтобы он давал максимум. Много разных мыслей по поводу того, какая должна быть тренировка. Но, на мой взгляд, тренировка должна быть именно та, которую вы сами прочувствовать можете. Если мы подходим с головой и можем прочувствовать, это гораздо более эффективно, нежели чем просто поднимать железо. Это и есть ключ к успеху.